Здравствуйте! Программа «День города» на ваших экранах. Марина Ковисарова в студии. Смотрите сегодня. Город будущего. В Рязани обсудили стратегию развития региона до 2030 года. Полгода работы за спиной. В прокуратуре подвели итоги полугодия. Десять детей остались на улице. После пожара многодетной семье негде жить. Какой станет Рязань к 2030 году? Ответы сегодня давали не писатели-фантасты, а представители общественности и власти, которые собрались, чтобы обсудить стратегии развития региона на ближайшие годы. 26 июля 2017 года в городе Рязани проведена стратегическая сессия по вопросу обсуждения концепции социально-экономического развития Рязанской области до 2030 года. Предполагаемая к обсуждению концепция социально-экономического развития до 2030 года в дальнейшем ляжет в основу будущей долгосрочной стратегии развития Рязанской области. Без такого основополагающего документа, который в то же время не будет, я надеюсь и уверен даже в этом, не будет таким монолитным, он будет живым. Необходимость такого документа долгосрочного, она просто не подлежит сомнению. Мы же должны знать ориентиры, к чему стремиться и чем заниматься. Причем это не документ советского планирования. Сюда мы поставим такой-то завод, сюда мы поставим такое-то производство. Это совершенно не так. Здесь нам надо понимать, для того чтобы развиваться, какие условия создавать, для кого, какие условия и что мы можем, чем мы будем интересны для людей, которые будут инвестировать в нашу область. Акцент в этой стратегии, мы сегодня буду добавлять, делом все-таки на то, что необходимо в области создать условия для максимального развития бизнес-среды. Я вот как экономист сюда очень критически отношусь, возможности на значение, сейчас вот у этой отрасли есть перспектива, у этой нет. И опыт там последних 25 лет говорит о том, что лучше всего перспектива у той отрасли, о которой вы в этот момент не знаете. Коллегия по итогам работы за первое полугодие 2017 года сегодня состоялась в областной прокуратуре. С докладами выступили прокурор области Олег Черныш и временно исполняющий обязанности главы региона Николай Любимов. Для большинства людей июль – это середина лета. Для органов прокуратуры время подводить итоги за полгода работы. Одним из важнейших направлений деятельности в условиях острой экономической ситуации в первом полугодии была невыплаченная заработная плата. В общей сложности нами было пресечено более 17,5 тысяч нарушений при осуществлении надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека. В защиту интересов граждан и государства предъявлено свыше 3700 исков и заявлений. По мерам прокурорского реагирования к дисциплинарной и административной ответственности привлечено 4603 виновных лица, возбуждено 138 уголовных дел. В условиях сокращения реальных доходов населения важной задачей оставалось своевременное реагирование на выплату заработной платы. По нашим актам работникам возвращено более 107 миллионов рублей задолженности по заработной плате. В отношении виновных в ее задержке по материалам прокурорских проверок возбуждено 4 уголовных дела. По инициативе прокуроров к административной ответственности привлечены 40 работодателей, в том числе два руководителя предприятия должников, дисквалифицированные судом. В отношении виновных в задержании зарплат возбуждено 4 уголовных дела. Административной ответственности привлечены 40 человек, а два руководителя предприятия отстранены от занимаемых должностей. Прокурор области подчеркнул, что совместные действия органов власти и прокуратуры положительно сказываются на ситуации в этой сфере. Подтверждает это и госстатистика. Задолженность по зарплате снизилась за полгода в три раза. Я надеюсь, что мы продолжим максимально тесно сотрудничать с таких значимых вопросом, как защита социальных, трудовых, жилищных прав граждан, законных прав предпринимателей, борьба с несвоевременностью выплаты заработных плат и ряда других. В существующих непростых экономических условиях своевременная выплата заработной платы имеет очень большое значение. И в результате принятых прокуратурой в этом направлении мер реагирования удалось значительно сократить задолженность по заработной плате на сумму более 107 миллионов рублей. Другим важнейшим для нашего региона направлением деятельности надзорных органов, как и органов власти, являются вопросы экологии. В этой сфере комплексное взаимодействие – залог успеха. Природоохранная прокуратура, областная прокуратура, правительство региона, правоохранительные органы консолидируют свои силы, чтобы исправить сложившуюся неблагоприятную обстановку. Решение экологических вопросов. Нам также важна поддержка со стороны прокуратуры. Вы проводите большую работу по надзору в сфере охраны окружающей среды, атмосферного воздуха, природопользования. Выявляете нарушения, которые связаны с размещением несанкционированных свалок, утилизацией опасных откодов. Совместно мы продолжим работать над повышением эффективности расходов на бюджетных средств, в том числе в сфере закупок. И поддержка прокуратуры для нас тоже здесь очень значима. Противодействие коррупции, обманутые дольщики, дети-сироты, оставленные без жилья – все это вопросы, с которыми разбираются прокуратура. В очередной раз сотрудники надзорного органа призывают граждан быть активнее, не умалчивать о своих проблемах, обращаться с заявлениями. В таком случае выявленные проблемы гораздо проще будет устранять. Для школьников и студентов лето, время каникул. А вот для тех, кто уже окончил школу, но еще не пополнил ряды обучающихся в вузах, сейчас горячая пора. Определиться с выбором будущей профессии и подать документы – это первый шаг на пути во взрослую жизнь. И как раз сегодня завершился последний день приема документов в Радиотехнический университет. Инженер или педагог, врач или военный – абитуриенты окончательно определились с той профессией, которой хотят посвятить свою жизнь. 26 июля в вузах страны завершился прием документов на бюджетные места очной формы обучения. Промежуточные итоги приемной кампании подвели в Рязанском государственном радиотехническом университете. А нами принято более 3000 заявлений и заключено 350 договоров о целевом обучении. 29 июля целевики и льготники будут зачислены в университет. Оставшиеся места из квот будут переведены в общий конкурс. Сегодня после пяти часов вечера члены приемной комиссии сформируют рейтинговый список абитуриентов по всем специальностям. Уже завтра, 27 июля, его можно будет посмотреть на официальных сайтах вузов. На данный момент есть явные специальности лидеры. Это, например, компьютерная безопасность, проходной балл, на который уже более 210 баллов. Химическая технология – порядка 200 проходной балл на сегодняшний день. Программная инженерия – более 230 баллов. Однако пугаться не стоит, ведь даже в самых престижных вузах есть направления подготовки, которые пользуются меньшей популярностью. А значит, поступить на бюджетное место значительно проще. Стоит отметить, что на высоком качестве образования это никак не скажется. Например, направление математика и компьютерной науки. Специальность новая, пока родители ее мало знают, поэтому на нее проходной балл пока минимальный. Так же, как прикладная математика и информатика. Поэтому не торопитесь и внимательно проанализируйте свои баллы, полученные на ЕГЭ. Оцените шансы поступления на выбранную специальность. Если они низкие, то вы можете прийти в вуз и написать заявление о согласии на зачисление на другую специальность. Однако этим правом можно воспользоваться до 1 августа включительно. Все абитуриенты, желающие быть зачислены на первом этапе, должны предоставить оригиналы документов образования и заявление о согласии на зачисление на выбранную специальность. Только сделавшие это будут зачислены на бюджетные места. Выбирая вуз, в который вы хотите принести оригиналы документов, стоит обратить внимание на то, чего смогли достичь его выпускники. Портал «Суперджоп» представил рейтинг вузов России на 2017 год. Он сравнил уровень зарплат молодых IT-специалистов. Рязанский государственный радиотехнический университет вошел в топ-20 лучших вузов страны. Очень много людей, которые хорошо говорили о нем, советовали его. Ну и для себя я определился, что лучше я пойду сюда, чем, например, в ту же самую Москву. У меня в Рязани живет девушка, сам визпод Московья. И это был наиболее, даже не доступный, наиболее достойный вуз в Рязани по экономическому профилю. Приказ о зачислении в первую волну вузы опубликуют 3 августа. Будет распределено 80% бюджетных мест. За оставшиеся 20% поборются абитуриенты во второй волне поступления. Привести в порядок центральные улицы и площади города – полдела. Рязанцы давно и небезосновательно жалуются на состояние дворов. Исправить запущенную ситуацию вызвались чиновники. Как известно, состояние многих дворов нашего города оставляет желать лучшего. Где-то страдает асфальтовое покрытие, где-то нет детских площадок. На одно из таких мест обратила внимание городская власть. И даже решила исправить ситуацию. Депутаты встретились с жителями дома 27 на Черновицкой. Предметом разговора стало благоустройство территории двора. Больше всего местных жителей волновало, конечно же, состояние дороги во дворе. В настоящий момент уже понятно, что асфальтовое покрытие изношено максимально. И работы предстоит много. Тем не менее, несмотря на такой объем, планируем мы их закончить за 7 дней. Специалистам предстоит заменить ни много ни мало около 1000 квадратных метров дорожного покрытия. Кроме того, по просьбе жителей вместе с асфальтом поменяют ливневую канализацию так, чтобы та в полном объеме справлялась с потоками воды. И на этом чиновники не остановятся. Будем контролировать, чтобы все обещания, данные ответственными лицами администрации города Рязани, были выполнены и дворовая территория была приведена в порядок. Хотя на этом желания жителей не останавливаются. Жители дома 27 на улице Черновицкой также на достигнутом останавливаться не собираются. В этом году мы надеемся, что завершится ямочный ремонт. И мы хотим увидеть наш двор очень красивым. Ход работ по благоустройству при домовой территории будут контролировать как жители, так и все присутствующие на встрече представители власти. В селе Голдина Михайловского района в ночь с 20 на 21 июля произошел пожар. В результате трагедии сгорел дом, в одной половине которого проживала семья с 10 детьми. На месте происшествия побывал Валерий Седов. Дымящиеся угли и остов дома, который встречает людей пустыми глазницами окон. Это все, что осталось от жилого здания. Пожар начался с одного крыла и после перекинулся на весь дом. Татьяна Рамазанова вместе с детьми в спешке покинула пылающее строение. К счастью, никто из многодетной семьи не пострадал. Правда, из-за быстрой эвакуации все вещи так и остались внутри. Сгорело все. Деньги, документы, одежда и ценности. Огонь помогали тушить соседи. Пожарная служба прибыла быстро. Но все это не спасло имущество семьи. Жилой кирпичный дом был поврежден огнем по всей площади. Также огнем был уничтожен сарай. Площадь пожара 168 квадратных метров. Соседи помогают семье Рамазановых и после пожара. Кто чем может. Не остались безучастными и учителя местной школы. И вот мы как раз силами коллектива учителей выясняем, что мы можем, какую посильную помощь оказать. Потому что действительно беда страшна. Сейчас семья живет у родственников в соседней деревне Павеловке. Но это временно. По словам администрации поселка, у Рамазановых есть два выхода. Первый – остаться жить на Попилище. А второй – переехать в дом, который также непригоден для жизни. Выходит, что жить десятирым детям попросту негде. Пока семья Рамазановых рада любой помощи. В центре Рязани на стене одного из жилых домов по улице Радищева появилось граффити, посвященное 19-му всемирному фестивалю молодежи и студентов. С инициативой такого проекта выступили молодые рязанцы. В настоящее время работа по созданию граффити продолжается. Проект планируется завершить ко дню города Рязани. Алена Куколева узнала, что за необычный арт-объект уже совсем скоро увидят горожане. На улице Радищева будет больше мира. Граффити во всю стену появится на стене одного из домов, которое в эти дни превращается в настоящий арт-объект. Над ней трудится художник. И с размахом в планах рисунок высотой в пять этажей. Вот так Рязань становится с каждым днем все краше и краше. На этот раз подарок ко дню города готовят уличные художники. Сейчас уже ясно, что будет изображена девушка с расправленными крыльями. Она несет мир и добро. Это уже четвертая такая масштабная работа уличного художника Александра Демина. Изображена молодая энергичная девушка с улыбкой на лице, которая символизирует мир и целеустремленность. Панамка очки и солнцезащитный крем – его основные помощники сегодня. Солнце в эти дни как никогда за это лето жаркое. А цвета выбирает художник наоборот – холодные и спокойные. Основной цвет белый, так как он символ мира, чистоты. Ну и дополнительные цвета яркие, такие как голубой будут присутствовать, бирюзовые оттенки. Забирается высоко художник с помощью автовышки. Поаккуратнее надо, не трясти надо как-то. Ну стараемся, чтобы получше было все-таки культура. Художник признает, сам приходится спускаться и подниматься до 30 раз за один рабочий день. В рисунке важна каждая деталь. Просто когда около стены, ты не совсем можешь контролировать весь процесс. Только издалека видны некоторые детали и вещи. Стрит-арт-объект написан в поддержку 19-го Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который пройдет в Сочи в октябре этого года. На огромном граффити будет также изображена оливковая ветвь, а крылья девушки – это крылья голубя. Все это символизирует мир. Николай Чудотворец – один из самых почитаемых в православии святых. К нему обращаются верующие с проблемами, вопросами, болями и особенно веруют, что помощь можно получить, прикоснувшись к мощам святого. В пятницу 2 июня в Христорождественский кафедральный собор доставили частицу мощей Николая Чудотворца. Мощи привезли из Иоанна Богословского монастыря, где они хранятся постоянно. Во вторник 26 июля мощи перевезли в Вознесенский храм, где они пробудут до ближайшей субботы. Мощи путешествуют по всей Рязанской епархии уже в течение длительного времени. К нам они прибыли из села Дядьково Рязанского района. Для нас это, конечно, огромная радость – посещение святителем Николаем нашего храма. Поэтому сегодня собралось множество людей. Мощи будут находиться в нашем храме до субботы. И каждый желающий может прийти, посетить, помолиться святителю Николаю о своих нуждах, приложиться к его святым мощам, получить просимое. Потому что святитель Николай помогает всем, кто к нему обращается. И русские люди знают об этом. Святой Николай родился в 270 году Новой Эры в городе Мирра, на территории современной Турции, в семье богатых и благочестивых родителей. Еще подростком он изучал священное писание и затем был возведен в сан священника. Во время преследований христиан Николай Чудотворец попал в тюрьму, откуда освободился по воцарении императора Константина. Дожил он до глубокой старости и скончался в 343 году, оставив после себя множество легенд и преданий, которые передавались из уст в уста. Столь почитаемого святого, как Николай Чудотворец, трудно найти в христианском мире. Святой Николай прославился своими чудесами при жизни и после смерти. Он считается покровителем детей, моряков и путешественников. К его заступничеству прибегают с верой и молитвой о сохранении страны от мятежа, нашествия врагов, отграда, потопа, огня, меча и напрасной смерти. Святому Николаю Чудотворцу молятся как небесному покровителю об исцелении от болезней, о покровительстве семейного очага в грусти и унынии, о сострадании к беззащитным, о помощи в бедности и нужде. Какие бы просьбы человек не возносит в своих молитвах к нему, он ничего не оставляет напрасным, ничего не оставляет без ответа. Поэтому, конечно, всегда и везде, где такая святыня пребывает, люди с большой радостью приходят для того, чтобы помолиться. Во многих городах, во множестве сел построены храмы и освящены престолы в его честь. В мире немало памятников святому, один из которых в Солочи под Рязанью. Этот памятник воссоздан по мотивам памятника скульптора Потоцкого, установленного в 2000 году в городе Мир-Иликийске, город Демре, где жил и был похоронен святитель-чудотворец Николай. Сезон отпусков в самом разгаре. От весьма прохладного лета средней полосы многие стремятся уехать подальше на юг или даже в тропические страны. К сожалению, не всегда долгие перелеты, смена климата и воды идут на пользу здоровью туристов. Что из лекарственных препаратов обязательно должно быть в вашей аптечке и во сколько она обойдется туристам, выясняла Ирина Ковалева. Тепловые удары, ожоги, отравления, неприятные симптомы акклиматизации – все это может существенно омрачить долгожданный отпуск. Поэтому не забудьте перед отбытием в далекие страны взять с собой те лекарства, которые могут пригодиться в путешествии. В одной из аптек Рязани нашей съемочной группе рассказали, что обязательно должно входить в список медикаментов и средств гигиены. Ну, во-первых, не забудьте взять в дорогу антисептические салфетки. Чистые руки – залог вашего здоровья. На случай ран и царапин у вас обязательно должна быть перекись водорода или хлорогексидин и пластырь. Мы едем же за солнышком, соответственно, нужно обязательно взять, не забыть, солнцезащитные крема. Желательно защиту побольше. Ну, вдруг вы перегрелись, где-то перекупались, у вас покраснение, не дай бог, какие-то волдыри, пантенол обязательно обрабатываем. Не стоит забывать о болеутоляющих и жаропонижающих средствах. И, конечно же, обязательно берите те медикаменты, которые помогут при отравлениях и кишечных инфекциях. При отравлении первую помощь вы себе можете оказать, выпив адсорбенты. Регитроцессионную обязательно проводить терапию. Пейте регидрон, растворенный в воде. И если симптомы ваши сохраняются, обязательно обратиться к врачу. Если у вас есть хронические заболевания, то список необходимых лекарств будет больше. Если с вами едут дети, обязательно возьмите аналоги названных препаратов для детей. Ну а стоимость вот такой базовой аптечки колеблется от 2 до 2,5 тысяч рублей. В любом случае здоровье дороже. И если даже ни одно из лекарств вам не пригодится, на протяжении всего отпуска вы будете спокойны. Рязанцы смогут перенестись на 6 столетий назад. В Рыбновском районе готовят праздник битва на Воже. Гостей фестиваля ждет конное дефиле, концерт и реконструкция сражения. Праздник, воссоздающий легендарную битву 1378 года между русской ратью под командованием Дмитрия Донского и войском Золотой Орды, проводится в Рязанской области с 2003 года. Центральным действием фестиваля станет театрализованное представление, состоящее из ряда эпизодов, каждый из которых посвящен былиным героям Рязанской земли. Планируем, допустим, над полем поднимется, допустим, 50 черных змеев, да, как бы олицетворяя, чтобы не как у нас татар-монголы побежали, да, а вот как бы аллегорично, да. Метеорологи предупреждают, днем с 27 по 29 июля на территории Рязанской области ожидается жара с максимальной температурой воздуха от плюс 30 до плюс 33 градусов по Цельсию. Главное управление МЧС России по Рязанской области обращается к жителям и гостям региона с просьбой воздержаться от посещения лесов, не разводить костры, отдыхая на водоемах вблизи лесных массивов, не бросать непотушенных спичек и окурков, не позволять детям играть с огнем. В условиях засухи и жаркой погоды трава и лесная подстилка загораются, как порох. Будьте внимательны и осторожны. Если вы стали участником или свидетелем трагедии для вызова пожарных и спасателей, звоните по телефону 01, мобильная связь 101. Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Рязанской области 8-4912-21-63-04. На этом у меня все. До свидания. Это случилось! Обвал ипотечных ставок! Квартиры за 5,6% годовых! Только в компании «Зеленый сад» совместно со Сбербанком России и Рязанским ипотечным фондом. Всегда хотел свой дом. Так, чтобы недалеко от города, в красивом месте с живой природой и чистым воздухом. Я нашел его. Построил дом удобный, просторный. Рядом охота, рыбалка, грибы. Друзья ко мне часто приезжают. Есть чем заняться. Говорят, хорошо тут у тебя, а я и сам знаю. Все, что нужно мне и моей семье, все здесь, все рядом. В коттеджном поселке Караси. А где живешь ты? КОНЕЦ 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 КОНЕЦ